Небольшое объявление на нашем канале изменений. С этого момента я буду озвучивать все видео своим голосом. И еще спасибо всем, кто подписывается на канал, кто уже подписан, и всем, кто смотрит видео. Пятое место. Игра по своей структуре схожа с золктуху, и в чем-то даже ее превосходит. Это касается физики. В игре вы все далеко самостоятельно открываете двери, поднимаете предметы. Даже чтобы ударить противника, надо сделать несколько движений. К примеру, если в руках у вас топор, то надо замахнуться мышью. Подобный метод создает невероятный эффект присутствия, дающий возможность с головой погрузиться в тягущую атмосферу игры. Почему находится в самом низу списка? Проблема заключается в реализации управления. Сюжет шаблонный и скучный. Звук слабоват, мало часов геймплея, так далее. Четвертое место. Как в топ мог попасть шутер? Легко, но только при условии, что он может испугать. В этом случае, это произойдет не раз и не два. Представьте, что вы бежите куда-то. Изнуренный от напряженной перестрелки с диверсантами, и тут что-то взрывается. Полыхает огонь, и откуда-то сзади внезапно появляется альма. Не сложно представить словами эффекты от этой сцены. Здесь лучше всего сыграть самому. К тому же, может на равных потягаться с самой Hive Life 2, что является весомым аргументом для знакомства. 3 место. Это игра идеальный образец того, как имея при себе талант, режиссерское чутье и минимум визуальных средств создают по-настоящему страшные игры. Это обыкновенный панорамный квест. Несколько страшных картинок динамично меняют между собой при повороте камеры. Тем самым, создавая иллюзию трехмерности. С минимумом анимации, а сгучки сразу видно, что разработчики экономили на каждой мелочи. Но все равно, во время прохождения, я несколько раз подпрыгивал с кресла от неожиданности. 2 место. Опытный хоррор фэн должен сразу отметить, что эта игра создана по мотивам великого писателя Говарда Филлипса Лавкрафта. А значит, пугать нас будет долго и обстоятельно. Игра довольно точно следует духу творчества писателя. У Лавкрафта человек ничего не может противостоять ужасу, с которым он встретился лицом к лицу. Результат такой встречи в лучшем случае станет безумием. Так и в игре главный герой крайне слаб и умирает с двух ударов. В игре нет привычного лайфбара. Вместо него персонаж может сломать руку или ногу, что незамедлительно отразится на геймплее. Ко всему прочему, он просто-напросто может сойти с ума. Победное первое место. Довольно предсказуемо дать первое место игре, обычно лидирующих во всех подобных родах чартах. Что в ней особенного, спросите вы. Ведь в ней нет даже кровищи. Да и в игре нет сцена силе. Зато в ней достаточно другая атмосфера. Основной фактор хоррор-игра. Она не старается испугать вас монстром, выбегающим из угла. Наоборот, ожидание, что он оттуда выбежет. Бегающие тени по потолку. Вызывает двое больше ужас. Игра постоянно держит вас в напряжении. И когда вы не ожидаете этого, пугает.